Мы продолжаем тему дня. В студии я, Александр Гурарье, и речь у нас сейчас пойдет о терроризме. Спецслужбы Киргизстана задержали гражданина республики, который занимался вербовкой молодежи, молодых мужчин для участия в войне в Сирии на стороне террористических формирований. Он успел завербовать довольно много людей, и люди совершенно разные, некоторые из них имели криминальное прошлое, но объединяет их то, что они отправились неизвестно куда в далекие теплые страны для того, чтобы участвовать в военных действиях. У нас на связи с нашей студией из Киргизстана Александр Зиличенко, полковник спецслужб отставки, военный аналитик. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, самый добрый. Александр, так что получается, что граждане Киргизии вливаются в стройные ряды исламского государства, террористических группировок и воюют, и теперь получается, что они воюют как бы против России? Ну, ряды там на самом деле не очень стройные, но да, вливаемся, и, к сожалению, это уже не первый год происходит. Не первый год, то, что его задержали, это, конечно, огромный плюс спецслужбам. Выявили, задержали, обезвредили, как угодно. Но данные есть более серьезные. Ну, скажем, только у нас есть одна такая большая область, Джалалабадская, на юге страны. Так вот, по официальным данным, которые переданы уже в средства массовой информации, за последние несколько лет 84 человека, жители этой области, уехало воевать туда, в Сирию. Из них 14 человек погибло, и шестерых большим трудом было свернуть. То есть, уже не просто воюют, а гибнут там наши люди. И они втягиваются... Это официальная статистика, а насколько она отражает реальную ситуацию? Ну, давайте, я не боюсь сказать в процентах, насколько это точно, но, как правило, всегда проценты выше, да, на самом деле количество участников, как правило, выше. Насколько точное количество, сами понимаете, этого никто не скажет. Но, вообще, речь шла о том, что около 300 человек кыргызстанцев воюют в рядах ИГИЛа. Мы говорили об этом здесь недавно, на кругом столе с представителями спецслужб. Они эту цифру озвучивали и говорили о том, что вот примерно 300 с лишним даже человек воюют на стороне ИГИЛа. Вот так. Скажите, а в чем, ну, что является движущей силой? Это чисто денежный вопрос, то есть люди вербуются для того, чтобы зарабатывать деньги, или там есть какая-то другая подоплёка? На самом деле, это основной вопрос. Если мы бы на него ответили, мы бы, наверное, нашли панацею в дальнейшем. Ну, панацею, то есть если они едут ради денег, вы бы им деньги платили? Нет, я думаю, что нет, они не едут ради денег. Ради денег едет очень мало людей туда, на самом деле. По разным причинам. Тут и деньги, тут и фанатизм религиозный. Тут, как я говорю, я вот говорю о том, что религиозный фанатизм, помноженный на вот эту вот Чагеваровскую романтику, революционную, понимаете, он опасен втройне, это тоже имеет место, вот такой вот романтизм. Но самое главное, люди едут, потому что они себя здесь найти не могут. Ну, экономических очень много проблем, да, нет работы, сложно себя реализовать, политически очень сложно себя реализовать. Вот, они не видят выхода из этой ситуации, не доверяют правительству совершенно. Но хочется же молодому человеку о себе тоже как-то заявить. Когда сфотографироваться в форме, с автоматом, это романтично. Если ты совершенно не востребован, так сказать, в родном районе, в родном регионе. И вот они начинают искать себя, кто-то едет гастарбатить в Казахстан или в Россию, как правило, от нас уезжают, а кто-то вот туда, на дальние, так сказать, рубежи, воевать. И они считают, что таким образом они себя именно реализовывают в рядах ИГИЛов, потому что им дают вот эту вот идею, в кавычках, которой они служат. И вот самое главное, что, понимаете, мы-то все время опасаемся того, что в конце концов эти люди вернутся, это раз. Во-вторых, то, что здесь есть спящие ячейки, это два. Они о себе уже заявляли несколькими террористическими актами здесь, у нас, дома. И они заявляли о том, официально говорили о том, что они просягнули ИГИЛ. И мы об этом тоже думаем. Но если от военной угрозы, скажем, на рубежах, для того, чтобы перейти в рубежи, придется столкнуться с коллективными силами безопасности, ОДКБ, в рамках ОДКБ созданными, то вот здесь внутри страны, чтобы меры предпринять для того, чтобы вот эту вот террористическую угрозу или попытки, скажем так, влиться в ряды ИГИЛ, свести к минимуму, вот здесь очень сложно. Здесь нужен целый комплекс мер, прежде всего, экономического, политического, социального характера. Я не могу сказать, что этих мер не предпринимается. Государство, страна пытается что-то делать, создаются эти рабочие места. Многое делается, я не хочу все это перечислять. Но, к сожалению, во-первых, даже то, что делается, этого очень мало, во-первых. Во-вторых, вот это ненаверие народа к власти, оно все-таки остается, остается очень сильным. Поэтому мы не думаем, что в ближайшее время как-то эта ситуация разрядится. — Александр, расскажите, а в Киргизии мусульмане, раз, судя по тому, что они едут и вливаются в ряды ИГИЛ, они придерживаются суннитского направления или есть шииты тоже? — Шиитов очень мало, в основном сунниты, да, сунниты, главным образом сунниты. — А вот в окружающих республиках, то есть я хочу, вопрос-то мой заключается в следующем. Только из Киргизии едут, из Киргизстана едут туда, так сказать, волонтеры, наемники, или из соседних республик тоже, там из Казахстана, Узбекистана? — Нет, едут очень много из соседних республик тоже, в основном из Таджикистана. Больше всего из Таджикистана уезжают наши соседи. Много из Узбекистана. Есть люди из Казахстана там воюют. Одно время ИГИЛ даже заявлял о том, что создан специальный такой казахский батальон. Насколько это нашло подтверждение? Боюсь, что нет, наверное, это не нашло свое подтверждение, но такая заявка была сделана. Люди едут отовсюду, и причины, в общем-то, везде одни. Это вот то, о чем я уже говорил, это вот желание прославиться, заявить о себе, и полная, так сказать, невозможность сделать это у себя на родине. — Александр, то, что это явление не новое, да, действительно, мы с вами говорили тоже в эфире нашего телеканала, вы рассказывали об этом. Это понятно, это не новое явление, это продолжается уже несколько лет, но то, что да, новое, то, что произошло вот в последнее время, то есть теперь, после того, как Россия начала принимать активное участие в военных действиях в Сирии, то есть получается теперь, что эти граждане Кыргызстана, которые воюют на стороне террористов, террористических группировок, они как бы напрямую воюют против России, то есть пока нет еще прямого, так сказать, огневого контакта, потому что сухопутные силы России пока не принимают участие в этих операциях, но получается, что теперь они будут воевать как бы непосредственно против России. И второе, то, что, так сказать, то изменение, которое произошло, это в связи с вмешательством России многие суннитские страны, такие как Саудовская Аравия, объявили чуть ли не джихад России, заявив, что они не потерпят и примут всяческие меры, включая, так сказать, террористическую угрозу в адрес России, за то, что Россия помогает Асаду, помогает шиитам. Может ли это отразиться каким-то образом на обстановке внутри Киргизстана и возможно ли, что киргизские радикальные исламисты примут участие в каких-то террористических акциях против России? Ну, давайте скажем так, я бы не стал так уж сильно политизировать этот вопрос и прямо говорить о том, что наши граждане воюют против России. И они воюют за ИГИЛ, они воюют со всеми, они воюют и с Америкой, они воюют, главным образом они воюют с режимом Асада, да, они воюют с теми, кто его поддерживает. Да, конечно, они там уже, и если вдруг придется воевать, то они будут воевать, конечно же, и с Россией. Но пока этого не происходит, ну, а даже если это и произойдет, почему это вас так удивляет? Ну, на войне, как на войне, они поехали, они знали, куда они едут, они знали, для чего они едут, и им придется там воевать со всеми, кто войдет в эту коалицию. Ну, а что касается второй части вашего вопроса в отношении шиитов, сунитов, я скажу так, ну, да, Сауди, они как бы объявили об этом, продекларировали, но, насколько мне известно, они тут же вошли, по-моему, в коалицию уже с Россией. Там Ирак, они, Иран, по-моему, еще какие-то вот эти вот, Катар, кто-то еще вот эти нефтяные скважины ближневосточные, они вошли в эту коалицию, и сейчас они уже совместно планируют операции, уже даже, смотрите, состоялись совместные, так сказать, российско-штатовские консультации, чтобы там друг друга в воздухе не задеть, уже даже вот на этом уровне. Там даже учения состоялись, не только консультации. Да, учения, боевое сплачивание проводится, так что вот эта война на Ближнем Востоке... Это с американцами, не с саудитами. Да, 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 понятно, понятно. Но я имею в виду даже с ними, понимаете, я думаю, что вот эта война там у вас, на Ближнем Востоке, в Сирии, она заставит пересмотреть вообще очень многие вещи. Александр, она, естественно, заставит пересмотреть, но вражда между сунитами и шиитами, она вот так вот одним движением, так сказать, руки ее не остановить. Поэтому Саудовская Аравия, конечно, присоединяется, но она в коалицию пока что не входит. И вот этот вопрос шиитов и сунитов, он остается очень и очень актуальным. Хорошо, что в Киргизстане пока что этого не ощущают, и дай бог, чтобы не ощущали. Да, по отношению к нам это не имеет никакого значения, потому что здесь шиитов, во-первых, их очень мало в регионе, очень мало, реально мало, они не представляют из себя такой реальной политической силы. Это во-первых, а во-вторых, даже те, кто есть, мы никогда с их стороны не видели какой-то особой именно шиитско-сунитской. Агрессии. Нет, такого не было. Я надеюсь, не будет. По крайней мере, здесь, в рамках нашего региона. Александр, и последний вопрос. Мы уже частично его коснулись. А были ли какие-то уже примеры того, что вот эти вот солдаты удачи возвращались на родину и каким-то образом проявлялись в криминальном плане, проявлялись в Киргизстане? Ну, слава богу, такие попытки были, но им проявиться не удалось. Их пресекали, эти попытки. В нескольких случаях их задержали. Прямо при... Когда они прибыли, вернулись домой, их задержали и привлекли к ответственности. Что у нас, что вот я слышал в Таджикистане, я знаю такие факты. Привлекли к ответственности за участие в незаконных формированиях, запрещенных у нас здесь. Наверное, среди действующего криминала наверняка есть эти люди. Есть люди с опытом. Наверняка. Но пока конкретных фактов, указывающих на их прямую принадлежность, нет. Я надеюсь, что все-таки нашим спецслужбам удастся в этом отношении сработать. Потому что вот пока сегодня, они работают достаточно хорошо. Вы знаете, долгие годы их критиковали за бездеятельность, за то, другое. Но сегодня в этом направлении, если кто-то и работает, то это именно они. Ну это приятно слышать. Дай Бог, чтобы и дальше они работали профессионально и хорошо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я напоминаю, что на связи из Киргизии с нами был полковник милиции в отставке. Полковник спецслужб отставки Александр Зиличенко, военно-политический аналитик. Всего доброго. До свидания. А мы переходим к следующей теме нашей программы.